Приветики, друзья! Я собралась на свою утреннюю пробежку-прогулку. Есть такой вопрос. Лена, у тебя есть какой-то план ежедневной дезинтоксикационной терапии? Ежедневной дезинтоксикации или ежедневного снижения градуса интоксикации? Чистки, короче говоря. Да, у меня есть план. Смотрите, у меня уже есть собрана моя ладошка красоты. Ну, про ладошку красоты, если захотите, я немножко позже расскажу. Но главное, что в ней есть протеаза плюс. Ну, еще нет, но я сейчас положу. Протеаза плюс – это протеолитические ферменты растительного происхождения. Их задача, и так как я ничего еще не ела, их задача не пищу расщеплять, несмотря на то, что они способны расщеплять белок, даже если совсем нет соляной кислоты. Нулевая кислота. Представляете, как это здорово для людей с гипоцидными, например, гастритами. Так вот, я еще ничего не ела, поэтому я съем вот эти вот две капсулки, и они пройдут транзитом до кишки. Протеолитические ферменты умеют пеноцитозом всасываться в клеточки, которые выстилают кишечные эпители, и потом проникают в кровоток. И там они уже путешествуют по крови и думают, ну ничего не думают, но они привлекаются в те места, где есть межклеточный белковый мусор. То есть, с возрастом происходит подсадка проутолитической активности, ферментативной активности. То есть, нечем разбирать старые заборы, чтобы сделать новые заборы. Вот я помогаю. Опа! Туда! Вот. Еще у меня уже закончилось, но я еще использую травку. Она называется красный клевер. Она умеет разжижать межклеточное пространство и делает лимфу очень текучей, подвижной. В общем, она мне помогает заниматься детоксикацией. Почему я это все делаю перед пробежкой? Потому что моя задача активировать лимфу разными путями. Через травы, вот, например, такой ленивый способ. И через активное движение. Я сейчас буду полчаса бежать, а потом еще полчаса буду в спортивном зале. Соответственно, я себе обеспечиваю быстрый оборот лимфы. И я хочу, чтобы эта лимфа была более жидкой. Так вот, я себе насобирала. Вы можете взять только два красных клевера, например, и две протеазы. Если вы не любите капсульные формы, вы можете не красный клевер использовать, а лимфатик, дренаж. Там 20 капелек в вашу водичку. Вот вы берете эту водичку и попивая идете в спортивный зал или на прогулку. И вы выполняете ту же самую задачу, которую я только что поставила. Вот, я это дело все съедаю сейчас и иду на прогулку. Теперь представьте, что будет несколько позже. Лимфа, она несет в себе большое количество токсинов. Ну, почему токсинов? Потому что клетки выделяют токсины в межклеточное пространство. Лимфа начинается слепо, слепыми такими трубочками, как бы подсасывает, как пылесосики из межклеточного пространства. Забирает часть жидкости и она уже в лимфатических капиллярах называется лимфой. Потом она поднимает эту жидкость, уже лимфатическую, все выше и выше и выше. И в области надключичных зон сбрасывает в венозную кровь. Поэтому потом венозная кровь все это дело проводит через печень. Печень улавливает токсины. Короче говоря, через 45 минут ваши токсины уже в 12-перстной кишке. Там их нужно словить. Что мы делаем? Я использую или чайную столовую ложку локла. Прямо развожу в воде. И выпиваю для того, чтобы токсины, смотрите, мне их нужно обнять. И они, чтобы повторно не всосались в кровоток. Это очень приятно пахнет. Это вот так вот выглядит. Это 1 чайная, 1 столовая ложка. Это псиллиум шелуха семян подорожника. Но не просто псиллиум, друзья. Это за что я люблю NSP. За то, что это прям очень умная композиция. Я не знаю, на нее можно дать какой-нибудь приз за эту умную композицию. Здесь очень много ингредиентов. В том числе и ингредиенты, которые поддерживают нормальную микрофлору кишечника. Развивают нормальную микрофлору кишечника. Почему называется леу, снижение клёхолестерин. Кормит нормальную микрофлору. Препятствует развитию атонических запоров. Но для меня главное, что ловит токсины и все. Ну как бы больше токсины не всосутся. Но иногда я гуляю очень долго. Потому что я потом после пробежки, после спортивного зала я сяду в кафешечку. И буду отвечать на ваши вопросы. А токсины словить надо, а живу я в Европе. Поэтому, друзья европейцы, у нас с вами есть вот это. Это ультрабиом детокс. Он тоже построен как грубое пищевое волокно. Как штука, которая улучшает, перестраивает нормальную кишечную микрофлору в сторону прекрасной кишечной микрофлоры. А это огромный орган, на самом деле, полтора килограмма. Желательно, чтобы он был нам дружественный. Смотрите, что я делаю. Я беру этот стик и кладу в свой кошелёчек. Этот кошелёчек беру с собой. И когда я закончу свою тренировку в спортивном зале, я открою кошелёчек. Возьму этот стик. И я покупаю пол-литровую баночку воды. Туда вмешаю пол-литровую баночку воды. Шейк. И попиваю, попиваю. В течение часа я спокойно выпиваю эту водичку. Вот, словила токсины. Прекрасно. Неужели токсины выделяются только тогда, когда я даю им приказ? Так, красный клевер, значит всё, пошли с токсинами работать. Нет, нет. Они выделяются в течение дня. И моя задача в течение дня ещё курировать этот вопрос. То есть, связывать те водорастворимые токсины, которые всё равно курсируют через кровь. Я это делаю с помощью водички с хлорофиллом. У меня всегда вот такая в холодильнике. Всегда такая баночка в холодильнике. Я беру, ну обычно, не пластиковые бутылки, а у меня есть специальная. Где же она, где же она? Вот она, боже, вот же она. Вот такая вот баночка. Я туда наливаю одну чайную ложечку. Всё остальное добиваю водой. И попиваю в течение дня. Вот пол-литра водички с хлорофиллом я точно выпиваю. Что делает вода с хлорофиллом? Это прекрасный телесный дезодорант. Это прекрасный ротовой дезодорант. Это то, что словит токсины в вашей крови. Это то, что разлепляет эритроциты. Когда кислая внутренняя среда, кислая плазма, эритроциты слипшиеся. А мы подщелачиваем, то есть меняем PH в сторону более благотворного. Эритроциты разлепляются, начинают таскать кислород. Повышение кислородной ёмкости крови. Окей, зачем ещё нужно поухаживать? Смотрите, за кишкой поухаживали, за кровью и, соответственно, почками поухаживали. Печень выполняет важную работу, и за ней бы тоже поухаживать. Лицитин хороший вариант. Прям замечательный вариант. Можете выбрать Ливгард. Можете, если вы в Европе, Ливерхлосформу. Но пока вы находитесь в этой очистительной процедуре, пожалуйста, постоянно ухаживайте за печенью. Потому что она связывает ваши токсины. По две капсулки с каждым приёмом пищи, если это Лицитин. Если это Ливгард, по одной капсулке с каждым приёмом пищи. Если это Ливерхлосформу, то тоже по одной капсулке с каждым приёмом пищи. Пожалуйста, используйте. Это моя перманентная программа ухода за собой. Я нутрициолог. Для себя в первую очередь. Я думаю, каждый день у меня задача. Лена, будь чище. Лена, будь накормленнее. Ну, в смысле, убирай ежедневные дефициты. Ежедневные дефициты. И вот это вот «будь чище» я вам сейчас рассказала. А убирай ежедневные дефициты. Это называется «Как собрать свою ладошку красоты». Желаю вам здоровья. И пусть ваши клетки ощущают, что они счастливы и живут в теле, где хозяйка, хозяин заботится о них. До новых встреч. Да, кстати, эта программа под этим видео. Можете забрать. Можете забрать.